Раз-два! Раз-два! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Всё, понеслось время! Уже много прошло! Неделя! С начала года! Неделя прошла! Да! Поехали? Да! Погнали? Да! Здравствуйте, друзья! Вы в студии Алга Петербург! В эфире Саша Карельский, Ваня Червинский! Друзья, всем привет! Это пятница, это беседа, и в этой беседе обсуждаем самые интересные новости, которые мы приготовили для вас. И начать хочется с настоящего праздничного события, которое произошло на этой неделе. Это день рождения маэстро-композитора Игоря Яковлевича Крутого. Все мы знаем, что в прошлом году маэстро отмечал юбилей, а в этом году ему исполнилось 66 лет. Типа, в жизни раз бывает 66 лет, да? Да! И ты знаешь, я уже начал готовить фильм про маэстро, потому что вспомнили мы вдруг Ваня о том, что о каких артистах только мы не делали наше кино, а о Игоре Яковлевиче все как-то не приходилось. И вот я сейчас готовлю фильм, а к отцу узнал, что маэстро праздновал 60-летний юбилей, и он назывался «В жизни раз бывает 60 лет». Ну, если хорошо идет, зачем что-то менять? Кстати, ты сказал про фильм, а я начал понимать одну деталь, почему ты сегодня не рекламируешь Инстаграм сегодня. Потому что, друзья, для тех, кто не знает, Саша сделал еще и подарок Игорю Яковлевичу в Инстаграм. Но я вот услышал, что также говорят, что такое нельзя вот на YouTube выгружать, потому что могут заблокировать канал. Друзья, если кому-то вот хочется посмотреть, заходите, там вы можете посмотреть интересное поздравление для Игоря Яковлевича. Ваня, я, если честно, каждый день туда захожу, смотрю, и пока вот лайков от самого Игоря Яковлевича я пока не вижу. Это меня очень сильно расстраивает. А тебе надо было его отметить, надо было собачку оставить. Ну ладно. Может быть, на разогреве ты хотел стать бэк-вокалистом в команде Димаша? Это мечта, Вань, большая. А может быть, на разогреве ты представляешь, выходишь в 10-тысячный стадион, и ты вот с гитарой... Ой, это было бы страшно! Слушай, мы поговорили про подарок от команды «Алга Петербург». Интересно, какой подарок сделал сам Димаш Игорь Яковлевич? Я думаю, это интересный клип. Димаш Канатович, друзья, кто не знает, написал в Инстаграм. Но он не написал, что он дарит клип Игорю Крутому. Он просто написал, что ждите новый клип, только закончили. Я думаю, все с нетерпением ждут как раз эту работу, в том числе и Игорь Яковлевич. Я думаю, он как старший друг, товарищ, обязательно порадуется за своего братишку. А как это называется? Вот старшего товарища, который дает советы, наставляет на правильный путь, его называют «Агашка». А младшего как тогда? А вот это надо наших друзей спросить, пусть они напишут нам в комментариях. Нам тоже это очень интересно узнать. Соответственно, скоро клип ждем. А ты знаешь, кстати, что Диас подарили? Тоже очень интересный вопрос. Я не видел его, Димаш не выкладывал в Инстаграм. А я вот знаю, они подарили билет на Марс. Только как бы Димашу вручили его, а чтобы Димаш когда на Марс полетит, чтобы он там исполнил песню Игоря Яковлевича. Вот такой подарок. Ух ты! Красиво! Красиво! А ты же помнишь, была премия, которую подарили Димашу, но Игорь Яковлевич передавал? Да, это был кавер-трибью на песню «Любовь похожая на сон». Игорь Яковлевич, я уверен, сообщил Димашу в том числе о том, что их совместная работа заняла такое потрясающее место. Ну что же, пускай на Марсе звучит голос Димаша и песни Игоря Крутого. Друзья, какую песню вы бы хотели, чтобы Димаш исполнил? Вариантов, я так понимаю, много. Но мы, кстати, не можем же ограничивать, там придется целый концерт сделать. Я думаю, что это должна быть песня «Знай без слов». То есть такой универсальный язык музыки, где музыка маэстро и только голос Димаш Кулебергена. Потому что русскую речь не все смогут понять в космосе. А мне кажется, это олимпика. Олимпика. Да, потому что все-таки марсиане, они же все спортсмены. Марс – это бог войны. Марс в спорте очень часто ориентирует спортсмены на то, как по нашей галактике, по нашей Солнечной системе перемещается Марс, чтобы там подготовить тренировочный процесс. Поэтому я уверен, что должна быть олимпика. Но знаешь, что важная какая-то деталь? Придется Димашу Канатовичу сделать целый концерт. Потому что нельзя сказать, что так извините, товарищи марсиане, но вы будете слушать только песни Игоря Крутого. Нет, так нельзя. Потому что могут же приехать из других галактик послушать. Ваня, вот ты классно подвел как раз к теме наших выпусков, которые планируются на нашем канале. В том числе у нас начинается август месяц. А это самая пора голосованию за самую прослушиваемую песню, которую вы, дорогие друзья, слушали в июле, получается. Поэтому, как только передача даст старт, не забудьте, мы туда прикрепим комментарий наш от ЛГА Петербург. И, пожалуйста, как и раньше, напишите три песни, которые вы чаще других слушали именно в июле. Хочу сказать всем большое спасибо, потому что действительно благодаря вам этот конкурс начинает набирать обороты. Потому что даже вот в первом конкурсе участвовало до 80 человек, потом больше 200, а вот в последнем голосовании уже свыше 300 человек принимали участие. 300 человек — это очень круто! Давайте попробуем побить рекорд в этом голосовании. Очень будет интересно! Это будет полезно для всех. И если мы сможем по итогам года выбрать самую лучшую песню и вручить ей премию «Алга Петербург», тогда, может быть, команда Димаша может обратить внимание. И, может быть, есть одна песня, которую Димаша никогда не пел на концертах, только на одной репетиции. Это песня «Over here» и, может быть, эта песня, она когда-нибудь появится на концертах. Отличная идея! Поэтому, друзья, напомню, голосование не забудьте оставить голос, выполните свой долг Dears. Мы должны рассказать о том, что по многочисленным заявкам мне удалось связаться с Павлом, учителем по вокалу, у которого я в недавнем времени брал урок. Кто еще не видел этот выпуск, обязательно посмотрите по подсказке. И мы с Павлом побеседуем на тему вообще, в принципе, вокала и, конечно же, Димаша Кудайбергена. Поэтому выпуск обещает быть очень интересным, насыщенным. Потому что Павел это профессиональный оперный певец, действующий певец, который выступает в театре. Друзья, будет круто! Обязательно посмотрите! Я уже видел вопросы для Павла. Я думаю, что для него будет очень сложно ответить на них, скорее всего. А я хочу, раз уж у нас наступило сейчас время анонсов, я хочу прорекламировать открытие нового канала, которое уже состоялось. Друзья, вы можете уже туда зайти и подписаться. Это канал на английском языке. Называется он, угадай как? Эхо Питера! Правильно! Друзья, этот канал уже открыт, вы можете туда подписываться. Все-таки должен быть канал, я считаю, который вещает на международном пространстве. Очень много получили запросов. Поэтому, друзья, обязательно заходите, подписывайтесь. И можете даже порекомендовать этот канал, потому что это хороший канал. Да, реприндинга не случилось. Мы решили оставить именно название, которое уже у вас на устах, на слуху. Поэтому Эхо Питера классный международный канал на английском языке. А почему решили оставить? Надо же тоже сказать, друзья. Потому что вы выбрали название такое. Было много вариантов. Но самые популярные были варианты, это Эхо Петербурга и Эхо Питера. И так как у нас предыдущие... Еще было Эхо без Саши. Ага. Переходите, подписывайтесь. Вот. И хочу еще рассказать про нашу такую новую, неожиданную для самого меня рубрику «Соцэксперимент». Я отправился военно-просторы в чат «Рулетки». Надеялся пообщаться со взрослыми. А что такое чат «Рулетка»? Чат «Рулетка» это когда все желающие подключаются в интернет для общения. То есть, ты можешь перелистывать всех неугодных тебе собеседников до того момента, пока ты не встретишь того, с кем ты хочешь пообщаться. Для меня было настоящее удивление, когда я, как не перелистываю, так обязательно дети, подростки. То есть, там вся наша молодежь. И у меня состоялось очень много диалогов, бесед с ребятами на тему артиста Димаша Кудайбергена и его творчества. И в связи с этим ожидается целая серия выпусков на эту тему. И я увидел отклик среди наших друзей, которые действительно хотят, чтобы эта рубрика была продолжена. Так что ждите, скоро будет еще один выпуск. Саша, у тебя получилось хоть кого-нибудь перевоспитать там? Слушай, они все хотели меня перевоспитать, склонить в сторону своих музыкальных исполнителей. Но я сказал, что это уже пройденный этап, возвращаться я не собираюсь. Да, ну вот такая вот у нас молодежь, друзья. Если вам будет интересно, обязательно посмотрите. Я думаю, что вам понравится первая серия уже на канале. Я думаю, что самое время прочитать комментарии. Друзья, а пока Саша читает комментарии, я сделаю еще один анонс. Сегодня я вам уже сказал, что есть такая удивительная песня, которая называется «Oh Here», которую Димаш никогда не исполнял на концертах и его нет ни на каких альбомах. Он есть только на репетиции, запись на репетиции. И недавно нам попала на стол кавер-версия на эту песню от одного удивительного, очень талантливого и очень креативного исполнителя. Его зовут Джей Кей. И в конце нашей сегодняшней передачи я вам поставлю фрагмент, чтобы вы могли оценить. А уже чуть позже, я думаю, что на следующей неделе у нас появится передача с Джей Кей. Потому что нам удалось выйти с ним на связь и немного подружиться. Комментарий от Сулушаш Жур Синалиевой. «Благодарю за интересную информацию. Хотелось бы новых песен в этом тандеме». Разумеется, речь идет об Игоре Крутом и Димаше. У них это очень здорово получается. Недавно я узнала, что лайкать нужно после просмотра. Когда в начале лайкаешь, компьютер не считывает ваш просмотр. Вот такая полезная информация. Поэтому, друзья, теперь, когда вы посмотрели нашу беседу, не забудьте поставить лайк. Всем до скорого! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok